Почему так получилось? Почему Александр Хлебович, по-вашему, захотел, чтобы глава фракции были заместителями? Ну, я не владею ситуацией. Вот завтра буду на фракции, там узнаю реальную картину, тогда могу что-то сказать. Сейчас что-то громогласно говорить, это не в моих правилах. Он внес такое предложение, что для консолидации городского совета и так далее предложил главам фракции пойти к нему работать с заместителями городского главы. Вот это от него прозвучало, мы это услышали. А чем действующие замы не подходят? Это хороший вопрос. Кажется, мне нужно спрашивать не у меня, а у депутатского корпуса или у горожан. Как такая ситуация по вашему сложности и почему? Давайте я не буду говорить. Почему? Хорошо. Если бы вы завтра мне задали этот вопрос, после 11 часов, я бы вам ответил. А сегодня я на этот вопрос ответить не могу. А что предшествовало по вашему вот такой ситуации? Почему так сложилось? Он же начал с того, что его замы, допустим, недорабатывают и очень много к ним замечаний и так далее. Чтобы не было этих замечаний, чтобы было поменьше негатива, он предложил консолидировать городской совет вот таким вот образом. Но ведь получается ситуация складывается таким образом, что в принципе все наши заместители и так представляют определенную фракцию или партию. Вы от оппозиционного блока, Степанец от нашего края, Турпалов от собой помощи, Шевченко от БПП и еще и секретарь от БПП. Что же изменится? Ну все же фракции представлены, правильно? На мой взгляд, это достаточно условное распределение, потому что, поверьте, становясь чиновником, политика отходит на какой-то там даже ни второй, ни третий план. Прежде всего, я никогда себя не консолидировал, что и ярко невыраженный оппозиционер. Я задаю вопрос, к чему я оппозиция? Кому? К вам? К власти? К какой власти? Почему я должен быть в оппозиции? А вы вообще видели, хоть раз, вот наша оппозиционная фракция была бы в оппозиции к власти? Политики и так не должно быть в городском совете, по большому счету, потому что это хозяйственный орган, и он должен работать для, так сказать, на благо людей, на благо города. Вот, а он предложил, как бы руководители фракции, практически все поддержали. Панченко особо там тоже, как бы, не выступал, да. Вот если Дятлов станет заместителем, как к этому избиратель отнесется? Он станет заместителем Светлевича, с которыми, по сути, они были оппонентами, и все об этом знали. И тут вдруг он его заместитель. Как к этому отнесется избиратель, по-вашему? Ну, вы знаете, наверное, это очень правильный вопрос, и ответить на него однозначно невозможно. Избирателю надо то, чтобы в городе делались крыши, делались дороги, чтобы работали, так сказать, детские садики, больницы. Вот это надо избирателю, понимаете. Избиратель от политики он далек, он больше, ну, то, что у него болит. А вот и у людей, у людей хотят ответить. Почему вы не хотите? Подождите, пожалуйста. Потому что у вас еще фракции не было, я еще не знаю. Если Дятлов и Крыленко станут заместителями, по-вашему, работа изменится, станет лучше? Ну, хуже точно не будет, поверьте мне. А почему раньше было хуже, по-вашему? Ну, не потому что... Не, ну, как бы это его было предложение, креативное предложение, например, да, как бы... Те люди, которые понимают, как устроена городская власть и как она должна работать эффективно, я думаю, будут приветствовать, приветствовали бы такой шаг. Вот. Ну, а те, кто зациклены на политике и не понимают, что, ну, одной политикой тут сыт не будешь, грубо говоря, да, и для того, чтобы городская власть работала, должны все политические силы консолидировано трудиться на благо городского. Те бы поняли. Тут получается, что главный оппозиционер становится заместителем действующей власти. Ну, как так получается? Он не становится заместителем, он просто усиливает для того, чтобы лучше стало людям, в первую очередь. Вы с Игорем Дятловым сотрудничаете в роли заместителя. Как вы считаете, справится? Ну, это опытный, прежде всего, политик. Очень опытный политик. Насколько хозяйственный он руководитель, здесь, прежде всего, хозяйственный вопрос, не политический. Здесь нужно уходить от политики. Игорь Николаевич Копейко, депутат со стажем. У него, если я не ошибаюсь, третий результат в городе. Первый, по-моему, у Солтиса, полторы тысячи голосов за него проголосовало на его округе. Второй у Дюмина, по-моему, третий, это Копейко, если я не ошибаюсь. Вот. Я хочу сказать, что у него также достаточно опыта для того, чтобы, ну, быть кандидатом мэры. Что касается Андрея Яковлева, я думаю, что это потенциальный кандидат мэры, но ему бы еще немножко на следующую компанию. Может ли партия «Оппозиционный блок» поддержать другого кандидата не с партией «Оппозиционный блок»? Да, я думаю, что такие варианты тоже возможны. Если найдется человек, для которого политические, скажем, составляющие будут вторичные, а самое главное, у него будет понятная программа выхода из кризиса и понятная горожанам какая-то программа реализации своих задумок, то это вполне реализуемый вариант. Как вы считаете, «Оппозиционный блок» – это оппозиция или власть сейчас, вот на данный момент в Горсовете? Я не даю пресс-конференции, вы меня спросили, пожалуйста. И не надо читать с этого самого. Это мои личные вопросы. Это ваши личные вопросы. Спасибо. «Оппозиционный блок» – это партия, которая выиграла выборы 2015 года. А у вас какое мнение? У меня мое мнение? Я в раздумьях. А чем, по-вашему, оппозиция отличается от власти? Почему такое разделение? Почему оно тоже нет? Нет никакого разделения, мы про это все горожане. А какие главные идеологические принципы у партии «Оппозиционный блок»? Еще раз говорю, мы приезжие к жителям города Николаева. Только я с интернета. С интернета только вижу. Идут на выборы партии. Одна выиграла, вот она власть. Другая проиграла, она становится оппозицией. Опять же, вопрос, чтобы эта оппозиция была конструктивной. Партия «Оппозиционный блок» – это наша партия центристского характера, поэтому сказать, что тут какие-то идеологические принципы. И вот если вы возьмете там партию «Оппозиционный блок», допустим, и партию «Оппозиционный блок», я уверен, что на 90% эта программа одинаковая. Какие идеологические принципы «Оппозиционного блок»? Я вам все прокомментировал. И чего вы не хотите сказать вопрос? Достаточно. Я достаточно емко прокомментировал тот вопрос, ради которого мы вообще на улице, я вам давал интервью. Но я не даю пресс-конференции. Когда будут давать пресс-конференцию, потом можете задать. В городском совете наводить политику, там, оппозиция, власть – это дело вторичное. На самом деле, безусловно, нужно поддерживать те решения, которые приносят пользу избирателям и горожанам, и критиковать те решения, которые с позиции депутатов могут быть неправильными. В этом есть оппозиция конструктивная. А быть оппозицией просто потому, что ты называешься оппозицией, поэтому вот Баба Яга против всего, что делается в городе, это тоже будет неправильно, от этого будут страдать избиратели. А если Игорь Сергеевич будет баллотироваться, если будут все-таки досрочные выборы, будут баллотироваться на мэра, вы поддержите его? Давайте не будем загублять вперед. Мы сейчас говорим о замах. Я в этой команде. А если будут баллотироваться, допустим, Игорь Сергеевич не будет баллотироваться, будут… Выбор не будет. Я еще раз говорю, выборов не будет. Вы спросили, как опытная политика, я вам скажу, договорятся, выборов не будет. Выборы эти никому не нужны. На фракции еще этого вопроса не было. И фракции еще не было. И фракции еще не было. Смотрите, вот проектант по поводу надежды. Мне нужен он. Я еще раз говорю, когда буду давать пресс-конференцию, с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Спасибо. Я так люблю не квести.